Привет, мои дорогие зрители! Давно мы с вами не виделись. Ещё не виделись в 2024 году. Чем я занимаюсь? Видите, как я лежу? Сегодня у нас Рождество. На Рождество я решила ничего дома не делать. Посмотрите, мы поменялись ролями, местами. Мой муж сидит возле компьютера, работает. А я заняла его место. Мы только что выпили чай. Чаёк выпили. Птички сидят там, радуются. Я сейчас вам всё покажу. Что я могу вам сказать? Такой замечательный сегодня день вообще. Я сижу, просто кайфую. В социальных сетях всё просматриваю. Ой! Погода у нас сегодня немножко пасмурная. Мы два дня гуляли с мужем. Да, я активно стала вести образ жизни, активный. Гулять стала. После пяти часов не кушать стала. Сегодня с утра я приготовила вместо гвыцзели, которое нужно готовить на праздник Рождество. Вы мне извините, что я лежу. Иногда я так, мне не нравится, когда другие блогеры лежат и разговаривают. Но вы меня простите. Чуть-чуть сяду, вот так вот удобно будет с вами. Вы соскучились, наверное. Даже пока ещё не смотрела, что вы там мне написали. Что могу сказать? Вы знаете, что? Конечно, есть и такие комментаторы, которых я просто блокирую, да. И я на таких не буду тратить время и не буду тратить свою энергию. Энергия — это деньги, энергия — это настроение и всё. Просто блок. И оправдываться не буду. Оправдываться, значит, чувствовать себя виноватой. А я ни перед кем не собираюсь оправдываться. Моя жизнь — это моя. Я не влезаю ни в чужую жизнь. Я рассказываю, показываю о своей жизни, о своей семье. Могу рассказывать, допустим, о своей семье, но показывать только себя имею право. Не нарушать буду чужое пространство. Сейчас вам что-то покажу на моего мужа. Читает на английском или на каком языке, непонятно. Я не понимаю, чем он занимается. Вы знаете, он такой деловой. Несмотря на то, что у нас сегодня воскресенье, он такой деловой, такой сладкий. Только что снял мои очки. Не видит, не чувствуете, как он смешной. Я не могу. Птички, наши птички, такие сладенькие. Такие холёсые у меня девочки и мальчики. Сля, дусеньки мои. Тики-тики. Какашкины мои. Какушки для пьёрна. Какушки для пьёрна. Друзья, в общем, шикарный вечер. Мы с мужем кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Ой, что могу пожелать. Всего самого хорошего вам. Мой муж сегодня такой деловой. Вообще, пока ты не сглазит. Я сегодня отдыхаю. Приготовила я вместо гвидзели, приготовила бюрек сегодня. И яйцо туда положила. Сейчас хотим поменьше теста такого дрожжевого. Да, бюрек всё-таки это не дрожжевое. Вот показываю вам мужа, потому что многие девочки, которые у меня в блоге уже, пускай наблюдают. Да, так вот, эти девочки очень хотели бы увидеть побольше семьи моей, наверное, да. Ну вот моя семья. Смотрите, какой у меня красавчик деловой. Ашкин, покармэсэн? Гёздлюк нерде. Так, дюс отур, дюс. Красиво сядь. Да, да. Что ты делаешь, профессор Хачекян? Да, сейчас у меня есть диск. Диск? Диск. Хард диск. Ага. Сонрашка? А? Аклы. Как он сладкий. Он сладкий, 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 баклы бедим. Знаете, какой он у меня добрый. Мой муж купил телевизор. Моей мамы артисты. Да, это может быть. Да. Мой муж купил телевизор моей маме и детям. Это было так приятно. Потом покажу вам, когда поедем, отвезем. Вот вы говорите на самолете. На самолете где такие товары пропустят нас? Мари такая девочка у меня взросленькая стала. Такая хорошенькая. Ирмочка и Демушка. Мамочка сегодня разговаривала. С внучатами маленькими разговаривали. У меня такая маленькая внучечка хорошая. Она точно напоминает самая младшенькая Адриана. Ариадна. Господи, я запутаю ее имя. И очень похожа на мою дочь. А четвертая, Александра, она вообще никак на меня не реагирует. На Шкэмо реагирует. Мужчин любит. Она меня так чуть-чуть. Когда я говорю что-нибудь, показываю ей помаду или что-то, тогда она реагирует. Вот такие вот у меня пять внуков. Дема очень хорошо учится в школе. Мари тоже хорошо подтянулась в школе. Значит, ей летние каникулы понравились. И она там еще рисует нейрографику. И сказала, что бабуля ее научила. Вот. Такие успехи. Ирмочка у нас ходит в гимназию. Мы платим за это деньги. Немалые деньги. 250 или 300 лари, не знаю, месяц. И ту форму надо пошить. Была летняя, сейчас зимнюю. То на разные праздники сбор денег у них. Так что надеемся, что на следующий год Ирмочку заберут вместе с Деми и Мари. Им сделали такие подарки. Там, обалдеть, мама моя до сих пор приятно удивлена. Вообще нельзя говорить в шоке. Это очень плохое слово. Так вот, мои дорогие, все хорошо у нас. Все замечательно. Свекровушка у меня была три дня. Какой три дня? Две недели. 31-го, два часа она вышла. И после этого я быстренько все начать делать. Папа приехал, привез мне подарок. Я вам покажу. И сестра старшая. Они очень довольны тем, как я смотрела, ухаживала за мамой. И мама очень довольная. Так что у нас все хорошо. Мир, счастье, любовь, гармония. Чего я вам желаю. А я хочу сейчас заняться какими-то делами. Мой муж занимается. И я вот просто хочу сегодня покайфовать. А, у нас сегодня, знаете что, идет программа. Мастер-шеф сегодня у нас заключительная, этот, идет. А почему здесь швабра лежит? Потому что мой муж сегодня сделал ремонт. Полностью эти плитки снял и заново их положил. Вот такой вот он у меня умничка. А сейчас хочу продемонстрировать мои подарки. Здесь у меня моя комната. Сейчас она у меня закрытая, мой кабинет. Такой немножко бардак. Видите, рабочий. Ну, здесь как склад сейчас. Вот такие сумочки мне привезла. Это от сестры старшей. Я вот такую сумочку привез. Подарок от папы. Вот. Такая интересная. Сарабистана. Вот. Простенькая, но и летом хорошо такая, да? Яркая. Вот. Вчера мой муж мне купил очень много окупочек. Вчера мой с ним их купили или позавчера купил мне карандашики для рисования. Еще покажу сейчас, какое зеркальце мой муж мне купил. Поделюсь с вами. Так, где он у меня? А, вот. Посмотрите, какое зеркало красивое. Увеличительное. Вы знаете, я радуюсь таким мелочам. Нужно радоваться всегда таким мелочам. Кто-то пишет, там, вы радуетесь, там, пылесос вам купили и швабру. Подарок, да? Для меня это большой подарок. Нужно благодарить за любую мелочь. Вот такой телевизор. Мой муж купил для моей мамы. Знаете, почему мы его открыли? Потому что, чтобы перевезти на границы, нужно, как вторичку первичную, не дают провозить. Вот. Поэтому пришлось его раскрыть, оприходовать и будет ждать своего череда, когда мы поедем и отвезем. Такая телевизор. И вот наш новый чемодан Ашкем купил. Чемодан нам в дорогу. Поло. Не знаю, поло ли это. Такой огромный чемодан. Как раз нам нужно. Вот такие покупочки у нас на Новый год. Так. Здесь что у нас на кухне? Покажу вам Ашкем, который я готовила сегодня. Очень вкусная она с яйцом. Похоже. Импровизация Гвыцеля. А вот цветочки, которые подарил мне мой муж. И вазочку купила новую. В общем, у нас такие мелочи постепенно прибавляются в семье. Так что вот, мои дорогие. Пошла я отдыхать. Уже время сколько. Хочу показать вам и такое море. Волнистое, взволнованное. Взволнованное, скорее всего, да. Да, оно так близко подошло. Видите, пляжа почти нет. И там впереди пляжа. У меня это окошки. Посмотрите, ждут своего кормилица. Он им дает мяска. И какой молодец. А это кошечка раненая. Может, я ее тут вчера покусал. Мясо дает. Какой молодец. Поэтому они за ним бегут. Смотрите, смотрите. Какие добрые люди, да? Рыбаки сегодня не вышли в море. Молодец. Интересно, что с той кошечкой? Он спросил, что с тобой, говорит, произошло. Наверное, собачка ее покусала. Видите, какая она ушла. Молодец. Хороший дядечка. У нас пустенько так с утра. Не с утра, уже 11 часов. Я уже не смотрю именно на время, что надо с утра идти. Когда душа захочет, тогда и Светлана идет. А, сосиски кушает. Ну и то хорошо. И хочет, и боится. Кушай, маленький. Кушай, хороший. Где он так интересный? А, у него кожа там сошла. Вот лежит еще кошечка. А тебе нету сосисек. Давай быстрее, подай. Показывай. Вот, молодец. Вот. Все. Вот какая у них борьба за жизнь. Ну, давай быстрее кушать. Что-то там культурная какая-то. Это все хочет. Красивый черный кот, да? Это отношение. Жизнь. Выживает сильный. Смотрите, какой пример. Выживает сильно. А вы не любите мои рассуждения? Вот эту кошечку. Что с ней сделать? Кушица у меня. Как она так поранилась, а? Вот этот какой-то опасный. Мужик пришел. Исуник. Исач. Вот такой репортаж получился. Спонтанно. Видите? Выживает сильный. Так что будьте сильными, и вы выживете в этом мире. Сегодня у нас базарный день. Много мы не покупали. Вернее, аж кем. Потому что полная морозилка, полный холодильник еды. Перед Новым годом, он когда поехал отвозить маму, он сделал большую мясную закупку. Мясо на 1600 купил. Туда и куфты купил. И мясо с косточками килограмм, килограмм без косточек. Килограмм кюфты купил. Фарш килограмм купил. Суджук купил. Всем мы считали наименование на 1600 лир. И отдельно еще купил ляшки, крылышки и тому подобное. Холодильник заполненный весь, морозилка. Я ему сказала, говорю, купи только картошку, которая у нас идет хорошо. Зелень. Марл купил. Кабачки мои любимые купил. Купил он португал, апельсины, вашингтоны. Хотя у нас их очень много. Яблочки купил. Лимончики купил. Морковочку. Вот такие красивые, чудесные грибочки. Мои птичечки сидят. Сейчас я их занесу в комнату. Посмотрите, как они, ветки там. Я специально их не выбрасываю, потому что не видно грязи. И они иногда листики их собирают. Это веточки гранатового дерева. Сегодня, друзья, вот у нас еще грибочки вот эти остались. С той покупки перед Новым годом. Вот. Сейчас положу рядышком здесь эти. Сегодня я готовила такую вкусняшку. Вот такой бульон у меня с кошечек. Захотелось так сладкого. Помните, я делала себе вкусняшку сладкую из банана. Сейчас у меня была партнерка. У нас каникулы закончились. Приступили к работе. И такой день был насыщенный. Замечательный день. Я прям на ходу села там, кушала. И вот, смотрите, приготовила вот такую вкусную хашламу с мясными, с косточками мяса. Добавила туда нут, картошку, как муж мой сказал. А себе я приготовила вот такой борщ. Борщ из кабачка, из фарша здесь. Очень вкусный. Просто привкусный. Кидала туда кинзу. Вот, мои дорогие. Сейчас покажу вам, сколько у нас целый таз. Видите, и здесь фруктов. И киви, и королек. И бананы. Ну, в общем, мы закупились от души. От души. Немножко похолодало. Клетку помыла. Надо ее спрятать. Вот такие, друзья, дела у нас. Чтобы вы не подумали, что я обманывала. Посмотрите. Посмотрите. Фарш вот так распаковала. А, и эти филе купила. И косточки такие. Косточки такие. И рыбы у нас. Вот такие кусты купил он. И рыбу мы купили. Два кило. И тут у меня посылка же. И масло. Все есть. Все есть. Заполнено. Так что буду сейчас разгружать. Сейчас выпью кофе. Выпью с этим сладким. ПП. И буду раскладывать мою распаковку. Все. Ну, а вас прошу поставить лайки. Писать комментарии. И подписываться на мой канал, мои дорогие. ПОДПИСМЕНТЫ 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 , ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ